Девушки отдыхают Персидский мыслитель Саади сказал следующее Терпение в делах ведет к успеху, а опрометчивого неудача ждет Не раз в пустыне мне случалось увидать, как может быстрого неспешный обогнать Скакун, что мчался вихрем, вдруг падет, а вот верблюд спокойно движется вперед Дорогие друзья, мы рады вас видеть в нашей чудесной студии Юрти В эфире сезон 3 Теория отношений АПЛОДИСМЕНТЫ Наша программа проходит при поддержке интернет-ресурса hopsite.info Мы приглашаем вас активно участвовать в обсуждении сегодняшней темы Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы Как говорится в одной известной пословице, жизнь прожить не поле перейти Поэтому так важно не ошибиться в выборе спутника жизни Но как же сделать правильный выбор? Разве можно предвидеть последствия взаимоотношений с тем или иным человеком? Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим о нашей передаче Назвали мы ее просто Что такое взаимоотношения? Мы благодарны нашим гостям Психологу Марине Яковлевне И священнослужителю Жабиру Исмаиловичу За то, что весь этот сезон они будут с нами отвечать на сложные вопросы Спасибо, что с нами Перед тем, как мы начнем обсуждать тему нашей сегодняшней программы Мы предлагаем вам посмотреть небольшой ролик Который поможет нам понять суть проблемы Внимание на экран Слушай, Альбина, тебе кто-нибудь нравится? Да, мне несколько парней нравится Только я не могу определиться, кто из них больше Ну, тогда ты расскажи, что тебе нравится в этих парнях И мы попробуем представить ваше будущее Давай Например, мне нравится Милан Он такой симпатичный, спортивный У него хорошая фигура Каждая девушка мне будет завидовать Да, он, наверное, постоянно зависает в каких-нибудь фитнес-клубах Или ходит на какие-нибудь футбольные матчи Ой, нет, я вообще не люблю спорт Это не для меня А еще мне нравится Хуршит Он такой умный, начитанный С ним есть о чем поговорить Да, он карьерист И наверняка у него жена всегда будет на втором месте А кто тебе еще нравится? Еще мне нравится Малик Он такой добрый, отзывчивый Я видела, как он людям помогал Да, я это тоже заметила Ну, наверняка у него тоже есть недостатки Хотя кто из нас идеальный Знаешь, Элина, мне этот разговор помог представить будущее с каждым из них И мне кажется, я смогу определиться Мы строим отношения с родителями, с братьями, с сестрами Но этих людей мы не выбираем Они у нас просто есть А что касается наших друзей Должны ли мы их выбирать Или просто отношения Они вот как-то сами складываются Сами по себе Как вы считаете? Я выбираю друзей по каким-то качествам характера Или говорю, что они не могут быть моими друзьями Опять же, по качеству характера К примеру, я могу отметить в человеке Что если он дружелюбный, расположенный, доброжелательный То я могу с ним говорить Вообще, я стараюсь дружить со всеми И вот как таковых друзей не выбираю Вот ты мне друг, а ты мне друг То есть, есть люди, с которыми я более ближе дружу А есть, которые менее ближе дружу Ну, одновременно стараешься со всеми нормальные Да, со всеми отношениями Даже друзькие отношения получаются Да, то есть, я, допустим, могу с незнакомым человеком начать разговор И все, уже на следующий день мы уже самые такие Ну, не самые, но близкие друзья, получается То есть, ответ на твой вопрос Ты не выбираешь друзей, да? Да, я не выбираю друзей Хорошо В выборе друзей мы еще как-то разбираемся Какие критерии, на ваш взгляд, при выборе спутника жизни? Прежде всего, это должна быть честность перед самим собой И перед твоим молодым человеком Честность Далее, пожалуйста Как мне кажется, человек должен быть ответственным, серьезным То есть, на него можно положиться И в любой ситуации ты будешь, ну, как бы уверена, что он тебе не предаст Если тебе с ней просто интересно Если понравилось, и все Ну, дальше дружите вместе Чего, проблемы? Как бы просто дружить Начать можно Выбрать А дальше уже как получится Как ни странно, мне прежде всего внешность Вот почему-то я на внешность делаю акцент Так, внешность, спасибо Сколько бы я не смотрел на внешность Наступает момент, когда мы Отношения развиваются, да, мы говорим Но если по характеру мы с ней не можем сойтись Да, то придет время, я скажу, извини Ты сногсшибательная, но вот не сошлись Эдакая принцесса Несмеяна, да? Попадет Ну, смотри, разве можно вообще узнать человека Ну, сойдешься ты с ним характером или не сойдешься Не вступив с ним в какие-то отношения? Абсолютно нельзя Невозможно? Невозможно И все-таки мне кажется, что возможно Потому что восприятие у нас 55% в общении играет язык тела И 38% это тон, которым говорит человек И только 7% ударения делаются на слова То есть можете представить, что вы уже делаете определенный акцент Только глядя на человека, на то, как он двигается, как говорит И каким тоном говорит И у вас уже выбор По сути, вы уже сделали выбор Значит, друзья, еще один вопрос Какие моменты в отношениях вы считаете настораживающими? Какие отношения вообще потенциально опасны? Ваше мнение, пожалуйста Я думаю, что если девушка будет сплетницей Или очень гордой Или высокомерной Или очень гордой сплетницей Или очень гордой сплетницей Два в одном Высокомерной Большой-большой вруньей Это плохо Да, я представляю такую девушку Девушки, а что вас настораживает в ребятах? Меня бы насторожила в молодом человеке Его двуличность То есть нужно смотреть, как он себя ведет Если он ведет себя с определенным типом людей по одному А с другими людьми по другому То я считаю, что стоит насторожиться Для меня очень важно, чтобы человек был щедрым Но не транжиром А легко ли, на ваш взгляд, во взаимоотношениях достичь взаимопонимания? Да, прежде всего, очень упорный труд Работа над собой То есть когда ты пытаешься понять этого человека То есть это нелегко? Нет, это нелегко Я думаю, что это не всегда легко Это зависит от восприятия жизни обеих сторон От целей двух людей От их стремлений От их образа жизни Их вида, взгляда на жизнь Того, чего они вообще ждут от жизни А ты сама через нечто подобное хоть раз проходила? Да, была одна история Скажи подробнее Когда мне было 18 лет И я познакомилась с одним молодым человеком Но он был другой Веры Которая отличалась довольно-таки от моей Мы с ним подружились Но понравились друг другу И начали отношения более строить глубже Как парень с девушкой На первом этапе все было так хорошо Замечательно Встречались, общались Но потом я поняла, что для меня Этого общения, на котором Мы находимся Мне мало Я хотела опознать более Глубину души этого человека Открыть для себя его внутренний мир Потому что Если я начинаю отношения Я не начинаю просто, чтобы там повстречаться И прекратить их И я увидела, что Его отношения ко мне были Более такие поверхностные То есть Чисто такое физическое увлечение Он не пытался раскрыть Мой внутренний мир Он не пытался Узнать Та, какая я на самом деле есть И меня это очень огорчило Потом еще были Некоторые моменты Он начал там Над моей верой Насмехаться Смеяться над Над тем Во что и как я верю И мне это Мне это очень сильно огорчало Потом Такие произошли Ссоры Из-за того, что Я довольно-таки Общительный человек И у меня Много друзей и подруг И то, что То мое общение Которое у меня было С моими друзьями Близкими Его раздражало Напрягало И он Мне назло Общался С другими девушками Чтобы Я как-то Ревновала его Ну на этом Наши отношения Прикладились Но у меня остались Такие Вопросы Вообще Как строить отношения И как Соблюдать границы Вот У тебя есть парень А как ты должна Общаться с другими Твоими друзьями Которые у тебя были До него Ты должна Просто Обрезать все веревки Обрезать все контакты Стереть все Номера телефонов Или Ты должна Продолжать Общаться Или Ну в общем Этот вопрос Для меня остался Такой Открытый И непонятный У меня есть Один принцип в жизни Я себя веду Со своими Подругами Так Как будто Со мной рядом Моя девушка стоит Да Даже если ее нету Хотела бы она Чтобы я за руку Держал другую Да Если она это увидит Если ей это не нравится То я не буду ее за руку Держать свою подругу Да Это я утрирую К примеру Хочет ли она Чтобы я там Другим девушкам В отсутствии ее Да Моей девушки Другим покупал там Мороженое Если она не против То я себе это могу Позволь Нет Она против Поверь Но так как она против Я этого не буду И так и дальше я иду То есть если она Не хочет Чтобы в ее присутствии Меня целовали То и без нее Меня не будут целовать Я буду просто Как бы Ставить стоп А в остальном Когда я Прихожу Моя подруга Или сестра Или еще кто-то Я совершенно нормально Могу с ними общаться Так как будто Нет моей девушки Это очень прекрасный принцип Уважать человека Тогда когда его нет рядом И ощущать его присутствие У нас с женой Три сына И я всегда у детей Я всегда к детям обращаюсь И прошу к ним Чтобы они уважали меня Тогда когда меня нет дома Потому что когда я дома Они и так меня уважают Но я всегда к ним обращаюсь И прошу Чтобы они проявляли уважение В мое отсутствие Да в мое отсутствие И поддерживали те принципы Которые мы в семье придерживаемся Чтобы они придерживали Эти принципы Когда меня нет дома Я часто бываю в разъездах Жена одна остается И чтобы ей не было тяжело Я всегда прошу Уважайте меня тогда Когда меня нет И я думаю Что вот этот принцип Сегодня мы должны культивировать Ну что ж Аплодисменты За такие принципы Марина Яковлевна Вот хорошо Когда люди любят Да друг друга Как вы считаете Можно ли строить отношения Только лишь из чувства жалости Ведь не хочется же порой Причинять человеку боль Вы имеете ввиду Строить на чувстве жалости Как основное Это основное чувство Как основа Если нет особых чувств А есть только вот жалость Не хочется обидеть Причинить боль В одной замечательной книге 19 века Семьей для семьи Есть такая цитата Молодая женщина Молодая женщина Должна выбирать Спутника жизни С таким характером С характером В котором Очень ярко проявляется Чистота И мужественность И еще он должен быть Честным Прилежным И может быть еще Какие-то вот качества Близкие к этим Вот такие качества Должны быть у молодого человека Как вы думаете Если молодой человек Обладающий такими качествами Вот он нуждается в жалости Или будет ли он нуждаться в жалости Я думаю, что такой человек Не будет, скорее всего Нуждаться в жалости Хотя сама по себе жалость Это хорошее чувство Но это не любовь Любовь, согласитесь И жалость Это два разных чувства Хотя эмоционально Они практически одинаково наполнены Вот эти чувства Которые человек испытывает Они близки друг к другу Но это не одно и то же Поэтому, пожалуйста Можете сколько угодно Жалеть человека Можете сколько угодно Проявлять к нему Сострадание Милость И так далее И так далее И так далее Но это не основа для брака Джабир Исмаилович У меня также есть к вам вопрос Вы человек опытный Вы очень много Общаетесь с разными людьми И вопрос следующий Можно ли надеяться на то Что человек И справится в будущем Он изменится И вот в расчете на то Что это изменение В будущем произойдет В расчете на это Строить отношения Вы знаете Это принцип Иисуса Христа Видеть в преступнике Проповедника Понимаете То есть видеть Вот в человеке Даже вот в преступнике Увидеть что-то самое лучшее И начинать взращивать Естественно Если этот человек Сам хочет измениться Он найдет тысячи путей Он поменяет круг отношений Он поменяет круг друзей Он поменяет работу Он поменяет характер Он постарается избавиться От своих привычек Если он сам этого хочет Естественно В дружбе между девушкой И парнем Может быть так случится Что они будут стимулировать Друг друга То есть видя парень Что девушка имеет к нему Какие-то чувства Он будет хотеть Избавиться от друзей От какого-то прошлого своего От того Что он Что-то мучает его Вы знаете У меня был один преподаватель В университете Где я учился Он однажды сказал У нас на предмете Очень хорошую Очень хорошую Мудрую вещь Я на всю жизнь запомнил Он вообще сказал Это парням Потому что у нас В основном Курс Такой Мальчиковый был Он сказал Вы знаете Лучше Терпеть 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 До брака То есть Именно В выборе Девушки Чтобы была Именно та Которая Всю жизнь Потом будет Тебе с ней легко И хорошо в жизни Он говорил Лучше терпеть До брака Чем потом После брака Терпеть Всю жизнь Мнение специалистов В вопросах Семьи Будьте осторожны Человек Не меняется Просто так Для спасения Да В плане Духовном Да Это да Это спасение Потому что мы Мерим Мы не можем Мерить Мерками Всевышнего Мы иначе Мерим Но При выборе Супруга жизни Нужно Очень 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 Тщательно Мерить Теперь настало Время узнавать Друг друга Получше Для этого Мы будем Задавать Вопросы Итак Девушки Ваш черед Какие качества Вы ищете В девушке Когда собираетесь Жениться Роман Все просто В растерянности Неожиданно На самом деле Вопрос в лоб Ну конечно Как правильно Было замечено Первое Это любовь Для меня Второе На втором месте Очень важно Уважение И понимание Когда меня Понимает Моя будущая Спутница Мне очень нравится Умение Дружить Вот И Естественно Смотреть В глаза Это тоже Очень важно Когда девушка Смотрит В глаза И умеет Дружить Так они все Умеют Смотреть В глаза И дружить Не все Хорошо Мальчики Какие качества В девушке Может быть Внешность Или характер Отталкивает Парней От девушек Внешность И характер Или характер Да О как Опять-таки Это неряшливость В одежде Вот Это тоже Очень отталкивает И еще Я очень часто При разговоре С девушкой Смотрю в зубы Как коню Да Главное Она Простите Не могу не встать Она должна Ему в глаза Смотреть А он ей В этот момент В зубы Смотрит Олег Как там Золотые зубы В Таджикистане Очень важны То есть Чистит Нормально Запах Изо рта Хорошо Дальше Например По хозяйству Не может Хорошо вести Это в том числе И готовить Кушать Да Лень Та же самая Вот если она Идет На базар И как она Растрачивается Если она ищет Где подешевле Это плюс Если нет То минус Если ей Одежда нужна Подороже И в бутике То А у мужа Возможности нет На данный момент И она Ему создает Тогда в подземном Переходе Она ему Создает напряжение Этим То есть Парню своему Он не может Ей позволить Она как бы А может быть Создает стимул Чтобы он Был более Платежеспособным Ну не такими Ведь способами Надеюсь Ну а теперь Парни Ваше слово Ваши вопросы Пожалуйста Девочки Что может сделать Парень Чтобы понравиться Вам Мне кажется Это должен быть Какой-то неординарный Поступок Чтобы выделиться Из возможной Толпы поклонников Насколько неординарным Должен быть Поступок Экстра Например Спеть балладу Под окном Наверное Его отзывчивость Его готовность Помочь мне В любую минуту Для меня Очень важно Чтобы парень Был честен И он Чтобы был Очень открытый Это Самое такое Привлекательное Качество У меня такой К вам вопрос Как вы смотрите На возраст парня А если он младше И на сколько Какая максимально Доступная Такая Разница На мой взгляд Парень Всегда должен быть Старше И это Примерно От 5 до 10 лет То есть Если парень Младше меня К примеру Я чувствую себя Его Мама Что ли Умнее Как-то Поэтому Для меня Очень важно Что парень Был старше Чтобы он И минимум Лет на 5-10 Хотя бы на 3 года Это такое Чисто смотря От его уровня Развития Тоже Для меня Не особо Имеет значение Возраст в паспорте А главное Его развитие Его мышление Там бывает Иногда И 30 лет А думает Как 15-летний Подросток А бывает Парни Ему 20 лет А он думает Даже лучше Чем 40-летний Для меня Важно Именно Это развитие И духовное И интеллектуальное Дорогие друзья Оставляйте Ваши комментарии На нашем сайте HopSite.info Нам интересно Ваше мнение Как выбрать Партнера С которым Можно будет Прожить Всю оставшуюся Жизнь А сейчас Мы поиграем В светофор В наших Взаимоотношениях Тоже есть Своеобразный Светофор Когда мы Видим Красный Цвет То он Говорит Нам Стой Идти Нельзя Опасно Желтый Говорит Будь Внимателен Будь Осторожен Не спеши Лучше Подожди А зеленый Говорит Сейчас Самое Подходящее Время Иди Вперед Успешного Пути Мы с Владом Будем Называть Какие-то Характеристики Или факторы Которые Влияют На отношения А вы Будете Так сказать Сравнивать С цветами Светофора Определять Красный Желтый Или зеленый По количеству Поднятых Шариков Мы сможем Увидеть Какого Мнения Придерживается Наше Большинство В этой Студии Итак Начинаем Начинаем Большая Разница В возрасте Так Красный Желтый Или зеленый Что вы думаете Так Некоторые Красный Желтый И двое Зеленых Хорошо Дальше Общая Национальная Принадлежность Так Мы видим Много Зеленого Цвета Желтый Кстати Руслан Почему Вот Желтый Почему Ты так Подумал У меня Есть Дядя По национальности Татарин И вот Он говорит Что Для своей Дочери Он хочет Мужа Чтобы тоже Был Татарин Говорит Чтобы потом Не было Таких Национальных Всяких Вот Ты вот Такой Нации А ты вот Такой Нации Поэтому Я поднимаю Ну что Нужно На это Обратить Внимание Тоже Разное Место Жительства То есть Парень Из города К примеру А девушка Из села Так Смотрим 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 Итак Мы видим Что мнения В студии Разделились Двое Считают Что это В принципе Нормально И нет Никаких Проблем Трое Да Четверо Даже Считают Не определились Ну давай Спросим У тех Кто Считает Что это Нормально Почему Это Нормально И приемлемо Я считаю Что это Нормально И приемлемо Так как Если люди Полюбили Друг друга То И Расстояние Уже Ну Не так уж Сильно Влияет Мне очень Понравилась Одна фраза Значит Она звучала Так Можно Девушку Вывести Из деревни Но Очень Сложно Бывает Деревню Вывести Из девушки Поэтому я поднял красный шаг Хорошо Спасибо большое Одинаковый уровень образования Так Это нормально Большинство нормально Впервые да Когда мы Согласны Единогласны Ленивый человек Оуу Мы вновь почти Почти один раздражавшийся Хорошо Не любит И не боится Бога Не любит Бога Для многих Это красное Споры И ссоры В отношениях Тут у нас пестрит С желто-красной Красными цветами Дальше Проявляет Неуважение К ценностям И взглядам Партнера Не уважает Ценности И взгляды Красный И опять Алик желтый Хорошо Одинаковые Цели И взгляды На жизнь Тут уже Конечно Приобретает Зеленый Цвет Я бы Сказал Что Учил Тут Спасибо Здорово Низкая Самооценка Низкая Самооценка Осторожно Красный Цвет Надо же Практически Все Дальше Слабое Здоровье Слабое Здоровье Слабое Здоровье Желтый И вот Только Один Зеленый Можно Одного Зеленого Спросим Здоровье В 21 Веке Можно Еще Как-то Подправить Вылечить Если Он Конечно Не Смертельно Болен Мне Кажется Это Не Препятствие Хорошо Спасибо Большое Я Почему Против Потому Что Ну Если Девушка Как Не Способна С тобой Разделить Твою Физическую Активность Ты Любишь Побегать Попрыгать На велике Покататься А она Нет Она Любит Дома Посидеть Ну А Если Она Должна Родить Вам Детей И У нее Нет Здоровья А если У вас Нет Возможности Зарабатывать То же Самое Можно Сказать И О физическом Таком Здоровье Если Она Не Может Родить Детей То Есть Некоторые Типы Людей Которые Просто По духу Не И Поэтому Красный Цвет Спыльчивость И Раздражительность Красный Цвет Как Первый Май Дальше Общительность И Открытость Конечно Для многих Кроме Одного Это Хорошо Искренность Лживость Давление Со стороны Партнера И Дальше Отсутствие Какой-либо Профессии О Безработный Безработный Хорошо Хочется У этого Зеленого Шарика Спросить Почему Он считает Что Отсутствие Какой-либо Профессии Это Не суть Проблема Конечно Профессия Необходима Но Чтобы Тем не менее Зеленый Шарик Да Да Но Чтобы Мне тоже Нравится Чтобы Девушка Была Домохозяйкой Для него Нет Профессии Чтобы Да Вот Мне Не важно Чтобы Профессия Мать Да Да Чтобы Почему Ты подняла Красный Шарик Образление Очень важным Для мужчин Потому что Он несет Ответственность За свою Семью В первую Очередь Это материальная Какая-то Прибыль Какая-то Он должен Содержать Свою Семью И Второе То ремесло Которое Он должен Передать Своему Ребенку Сыну Детям Хорошо Спасибо Большое И Последнее Родители Не принимают Твоего Избранника Так Желтый Зеленый Красный Все Цвета Светофора Спасибо Дорогие Друзья За ваше Мнение Друзья Давайте Не забывать Что в нашей Жизни Есть Тоже Светофор Который Может Сохранить Нас От бед И несчастья Будьте Внимательными Не торопитесь Соблюдайте Правила И тогда Ваш путь Будет Благословлен Всевышним До свидания До скорой встречи Ура Все Дорогие Друзья Для того Чтобы всегда Быть в курсе Самых свежих Событий На нашем сайте Нужно Просто Подписаться На обновления По электронной почте И на наш РСС канал Подписавшись Однажды Вы всегда Будете Первыми Кто сможет Прочесть Наши новые Статьи Оставить Свои комментарии А также Предложить ссылку Своим друзьям Будь первым Подпишись На обновления